так у нас утро следующий день, большой завтрак вот такой вот целый бардачок запчастей с собой здесь три запасных камеры, скотч, запасной набор, шестигранник, выжимка цепи, калибр цепи, две белые аптечки, клей, смазка цепи, ну а сейчас мы ищем и здесь еще лежит две запасных цепи вообще планируем систему катания в три цепи, потому что вот эти вот велики проехали на родной цепи в километрахе сложно почитать, грубо говоря пять лет и вот потребовалась замена на горнике женском задние кассеты и цепи стоковых, у меня же более капризные запросил еще помимо этого одну переднюю звезду, сейчас попробуем систему катания в три цепи, может быть это продлит срок службы основных агрегатов, может сейчас поменяется в одном из них по кругу, так проверяем износ цепи, вот такой вот обычный калибр куплен у нас в минске за 6 рублей, недалеко с комаровки вилл магазин выставили большая передняя цепь спереди и маленькая звездочка сзади цепь проехала может быть где-то 400 километров пока не проваливается полностью скорее всего сейчас если будет время накину, перекинув на вторую цепь посмотрим если зайдет полностью беда печаль цепь растянута и пора ее менять и если профукнуть этот момент то цепь начинает жрать кассету после того как сожрет кассету как у меня случилось к сожалению сожрала еще переднюю звезду в принципе оно можно и так катать сколько угодно просто начинаются проскоки у меня уже начались проскоки по задним звездам и меня это уже начало напрягать особенно когда в гору едешь поэтому лучше все-таки вовремя менять цепь ну ладно сейчас еще надо почистить их хоть как-то наверное пока есть надеюсь ситуация получше потому что цепь проехала километров по-моему в 7 месяцев видите он даже не полностью заходит самое обидное что поездка в подозревом заняло туда-обратно километров 30 и вот просто макс меня завел на нас в лесок где была куча песка и пыли на протяжении всего лишь 3-4 километров и это опять вся система грязна хотя можно было на 3 километра проехать дольше и поехать по асфальту эх ну ладно и так что нам понадобится для замены цепи естественно новая цепь выжимка цепи потому что ориентир будет по старой цепи если там больше звеньев то будем выжимать щипцы клещи для снятия и установки обратно замка цепи у нас цепь замком в принципе и все можно еще поджимать стопорным кольцом который куда-то улетела сейчас поищем его вот нашел это место где замок цепи сейчас его надо клещами просто разжать и цепь выстрелить и чтобы она не выстрела можно вот такими вот стопорным если у вас есть комплекте с клещами поджать ну в принципе там еще страшно все равно не нужно снимать просто чтоб она не бахнула можно руками удержать берем эти клещи не являясь профессионалом поэтому возможно не с первого раза все получат сгоняем клещи видите и все очень просто и она уже замок разомкнулся все очень просто поскольку нам старая цепь не нужна поэтому я просто снимаю клан замочек не потерять просунули здесь просунули здесь очевидно ролик песок уронил замочек уронил все сейчас будем примеряться с новой цепью и если нужно выжимать лишний так две цепи одинаковых вот это куплено в минске гмс на 8 скорости из z8.3 а это куплено в литве в принципе все похоже чтобы поменять эту цепь придется нужна выжимка цепи потому что одно лишнее звено так чтобы выдавить одно звено нам нужно выдавить пин чтобы выдавить пин нужно выжимка вот вот такая вот цепи сейчас по-быстрому попробую загоняем его в специальный пазик это звено и выжимаем пин так поставил новую цепь притянул через ролики что мы теперь делаем нам нужно теперь соединить замок все поставили новый замочек замкнули цепь это нужно ставить сипчики и разомкнуть поехали с кемпа теперь едем по гугл-картам показывает что 86 процентов дорожек пока ничего нет и едем все равно берлина по основным замечательств прокате и наконец-то началась дорожка но она вот таким вот легким способом по типу как у нас так вот армина плеточка только отличается да буквально 500 метров проектов дорожки уже на на этой стороне закончилась 500 метров по дороге и выводить тротуар на меня что-то больше наконец-то велополоса началась что-то мне подсказывает ненадолго так я хочу человек в обратную сторону ездить берлин так я его прекрасно понимаю полоса пропала вот человек едем по дороге так что везде есть свои нюансы я разочаровываться можно водный трафик я разочаровываться я разочаровываться в которой соединяющий под здам и берлин хотя тут было несколько маршрутов на них примерно одинаково у них есть еще чувство юмора на таком тротуарчике так меня нам не устанавливать светофор вот так это выглядит калечная велодорожка по тротуару тут машинчики и пешком это у вас отдельный светофор вот здесь все хорошо хорошо а потом раздолбанная трудовая вот еще не раздолбанная это еще нартерпимо но не для шоссе посмотрим что будет в центре хотя если примерно так же как от центрального автовокзала тут уже не весело так я тоже маршрутик осталось где-то полтора километра было цитадель шпанда а справа фиромейр я туда а справа фиромейр я туда все нормально не могу еще хочу сказать за структур чего он маленький вниз пониженном там в конце номер один Субтитры сделал DimaTorzok Оздром Симонс Заводж Ведем в Суднисио и концы Замок в парке Замок Замок Шатр Так Стоим прямо, но чтобы повернуть налево Нужен светофорчик Туда Если такая табличка есть, если за спидом значит ехать по парку можно А если перечеркнуть естественно, то нельзя Пока еще можно не ругать Вот такая вот табличка Замок Локация номер два Замок 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 Ну блин Всего лишь 125 миллилитров Может поможет Если нет, будет печально И не Время Замок Время Так вот Время Время Белотелески Впереди deputy А Мы Продолжение следует... 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 Чем-то похоже на ситуацию, она спортивная. Вот это вот, он такой крутой, как круто, как-то пешок. И остальное тоже сопряжение, что у них и следующий. Сейчас. Рядом с кем-то дом озера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова